Ну что ж, о воспитании, кстати, сказать пойдет речь далее в рубрике Александры Новок. По статистике, большая часть родителей создает накопление на будущее ребенка, чтобы оплатить его дальнейшее образование. При этом очень немногие задумываются о том, что родительству тоже можно и нужно учиться. Об этом сегодня и пойдет речь в рубрике «Родителям о детях». Здравствуйте, друзья. По статистике, большинство родителей, которые создают накопление на будущее своих детей, планируют потратить эти средства на их дальнейшее образование. При этом очень многие забывают о том, что и родительству не только можно, но и нужно учиться. Чему именно и как это делать, именно об этом мы поговорим сегодня в рамках рубрики «Родителям о детях». Давайте знакомиться с нашими гостями. Сначала хочу представить эксперта по этому вопросу. Алика Сорокина, автор проекта «Академия любящих родителей». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а также у нас сегодня юные эксперты, и хочу сказать, что именно эксперты в этом вопросе, потому что дети, они знают больше всего о том, что же нужно знать родителям. Полина, привет. Здравствуйте. И Сава, здравствуй. Всем здравствуйте. Ребята, хочу сначала у вас спросить, как вам кажется, ну, нужно родителям учиться, именно быть родителями? Или как есть, так есть, по наитию? Ну, начнем с того, что все родители разные, и у каждого свое восприятие. То есть есть родители, которые считают очень важным уделять много времени детям, их воспитанию, приведению с ними большого количества времени. А есть родители, которых больше волнует их карьера, а не так, чтобы прям проводить время с детьми. То есть они просто сдают их в кружки или какие-то студии, и думают, ай, сойдет, ребенок развивается, многим занимается, все, все хорошо. Но мне кажется, надо проводить все-таки время с ребенком, учить с ним стихи даже просто, просто с ним поговорить. То есть как он общается с другими детьми, что ему нравится, там. Ну, я и говорю, да, там, посмотреть его рисунки, что он рисует, оценить его рисунки. Да, да, это очень важно. И вообще проводить с ребенком много времени, это важно, я считаю, именно в процессе воспитания, особенно, когда ребенок еще маленький. Но этому можно учиться, на твой взгляд? Да, этого можно научиться. То есть если этого нету еще, ну, это можно понять со временем, это приходит со временем у некоторых. Конечно, у некоторых там вообще глушь, они ничего никогда не поймут. Но все-таки я считаю, что да, можно научиться. Как считаешь, ты? Ну, мне кажется, что родителям можно и нужно учиться, потому что от природы этого всего не научишься, и природа это всего не даст. Лучше всего, конечно, обратиться к специалисту и хотя бы узнать, как правильно это делать. А вот какие знания, как тебе кажется, ну, вот нужны родителям в отношении своих детей? Ну, вначале, мне кажется, надо знать ребенка интересы. Во-вторых, надо правильно уметь хвалить. То есть не надо его захваливать прямо, типа, сделал что-то не то, молодец, все равно. Вот. Лучше всего это просто, если ребенок, правда, на ваш вкус красиво сделал, то лучше его не забывать об этом, а просто похвалить. А если на ваш взгляд это не нравится, то лучше просто помолчать. Ну, по сути, вы могли бы быть одними из лекторами Академии любящих родителей, да, потому что есть что рассказать. Но давайте спросим у Алики, действительно, и вопрос будет тот же. Нужно ли родителям учиться быть родителями? Да, безусловно, есть очень большая часть знаний, которые мы получаем из поколения в поколение, где мамы учат своих дочек, мамы учили их, их мамы, да, то есть то, как воспитывать детей. Но есть большая часть информации, которую можно получать, естественно, ну, из научных источников. То есть так скажу, что я в Академии любящих родителей всегда говорю о том, что я не учу воспитывать детей, потому что воспитание – это процесс, который строится на ваших знаниях, там, культурных, да, то есть и действительно то, что вы хотите, в ценностях как бы, да, нельзя научить ценностям. То есть на самом деле в Академии любящих родителей мы даём знания о том, какой ребёнок, кто такой ребёнок, да, потому что многие родители к детям относятся как к маленьким взрослым, да, то есть и поэтому важно узнавать информацию, кто такой ребёнок, чем он отличается от взрослых. У него есть большие отличия, да, то есть у него не созрели ещё центральная нервная система, как бы, да, то есть у него не созрели определенные навыки, волевые акты ещё не созрели. Поэтому узнавать об этом, на каком этапе конкретно. И ещё, конечно, на мой взгляд, очень важно родителям узнавать о том, какой природы ребёнок к ним пришёл, потому что ребёнок каждой природы, он требует от родителей разных навыков, да, то есть и разные потребности, которые нужно удовлетворять, да, то есть, наверное, на самом деле, я всегда говорю, что родителям важно узнавать, как удовлетворять потребности детей и чем они отличаются от желаний, да, то есть и ребята тоже это озвучили, да, вот Полина сказала о том, что очень важно проводить вместе время и о том, что родители должны интересоваться детьми, да, то есть и вот Савва сказала о том, что важно хвалить, как хвалить правильно, потому что дети это всё чувствуют. Всему этому можно как раз-таки научиться, если задаться такой целью. До такой цели, да. Да, ну тогда следующий вопрос, с какого момента вообще нужно начинать учиться, когда ты готовишься стать родителем или когда ты уже ждёшь малыша, или когда он родился? Я всегда говорю о том, что готовиться быть родителем нужно с того момента, как ты видишь две полоски на тесте. То есть как только две полоски появились, уже нужно понимать, что, ну, приходит ко мне человек, и я приобретаю новый статус, как бы, да, естественно, я должна к этому статусу готовиться, да, как бы, то есть понимать, узнавать, потому что даже когда мы заводим собак, мы узнаём о том, как их воспитывать, правда ведь? То есть мы получаем эти знания. И точно так же, как и с детьми. Да, я считаю, что готовиться к родительству нужно с того момента, как вы узнали, что вы станете родителями, и, конечно, ну, высший пилотаж, скажем так, да, готовиться ещё до появления, да, то есть узнавать, понимать, что это, ну, в жизни будет. Но очень многие допускают определённую ошибку, они приходят уже к специалисту или пытаются найти какие-то определённые знания в тот момент, когда они столкнулись с конкретной проблемой. Например, истерика у ребёнка, они не знают, как взаимодействовать, ну, или ещё какие-то определённые трудности. Вот как донести информацию, что если ты раньше об этом узнаешь, то есть, да, у тебя ещё это не случилось, но если ты будешь информирован, ты легче с этим справишься? Да, безусловно. То есть если... Очень часто родители приходят тогда, когда уже есть какая-то трудность. Трудности решать всегда гораздо сложнее, чем, скажем так, предвидеть профилактику их, да. И дело же не в истериках, и дело не в том, как с ними справляться, на самом деле. Хотя родителям очень многим кажется, что это самое сложное, наверное, воспитание детей, как быть истериками. Дело не в этом, а дело в том, как понять вообще, кто такой ребёнок, и осознать свои родительские цели. Куда я иду? Куда мы вместе идём? Чего мы хотим добиться, как бы, скажем так, да? То есть я в Академии всегда говорю о том, что вот ребёнок любой – это как семечко, которое мы сажаем, и которое надо поливать. Это единственное, что мы можем сделать, да, то есть для того, чтобы выросло растение, и потом расцвёл какой-нибудь очень красивый цветок. Или, ну, разные цветки бывают, то есть мы не можем посадить семечко, мы можем его поливать, но мы не можем предугадать, какой цветок вырастет. И из дубка липку сделать нельзя, да, то есть если это дубок, то это уже дубок. Нельзя расковырять, и ещё точно так же, как нельзя расковыривать землю и периодически смотреть, ну как, семечко проклюнулось, ну когда же уже, ну когда же уже будет быстрее? Вот очень многие родители этого хотят, чтобы ребёнок быстрее вырос, выстрел стал зрелым, и они ожидают от него вот этой зрелости, которую он пока дать не может, потому что центральная нервная система ещё не созрела. Ну вот это как раз-таки одна из таких типичных ошибок, плюс то, что они хотят, чтобы, ну, относиться к нему как к такому маленькому взрослому, но ещё, наверное, одна такая глобальная тема – это то, что если у тебя нет знаний, у тебя есть определённые ожидания, которые сталкиваются с реальностью и разбиваются в пух и прах. Да, когда нет определённых знаний даже про этапы развития ребёнка, то, конечно, безусловно, очень много ожиданий, и ожидания часто никогда не оправдываются. А когда не оправдываются ожидания, появляются негативные эмоции. И негативных эмоций в родительско-детских отношениях, особенно когда их много, и родители не знают, куда их девать, он теряет свою авторитетную позицию. Потому что мы, как взрослые, должны знать, как конторинировать не только свои негативные эмоции, но также ещё и ребёнка. Поэтому ожидания в родительско-детских отношениях – это, наверное, самое важное, чем нужно работать. Но здесь получается, что если мы говорим об обучении родителей, не только узнавать, кто такой ребёнок, и из чего он состоит, и как он развивается по этим этапам, но точно так же и управлять своими эмоциями, справляться со своими негативными эмоциями. То есть чтобы я, как родитель, как-то социально приемлемо взаимодействовала со своим ребёнком. Да, безусловно, обучение – это не только навыки. Вот это тоже очень важно понять. Когда мы обучаемся, как быть родителями, мы ещё очень много заглядываем вовнутрь себя и анализируем, а какие мы, кто мы вообще, то есть какими качествами мы обладаем, какими навыками, какие навыки у нас хорошо развиты, какие не очень, что нужно дотянуть как бы, то есть что у нас в нашей собственной эмоциональной сфере. То есть мы на самом деле узнаём очень много про себя, потому что когда приходит ребёнок в нашу жизнь, это то зеркало, в которое мы смотримся. Очень важно понять, что он отображает именно то, что у нас не всегда хорошо. Ребят, как вам кажется, а как можно учиться? Через книги, фильмы, лекции? Вот что бы вы посоветовали родителям? Где черпать знания? Ну, я бы не сказала, что прям очень действенно было бы смотреть фильмы и по фильмам учиться, потому что в большинстве случаев вот посмотрел фильм, и просто запомнил в основном сюжет и главных героев, а сама мораль, она очень часто забывается. И то есть учиться по фильмам, я считаю, это не совсем точный метод. Возможно, учиться стоит у своих родителей, то есть брать у них советы или вообще смотреть на себя, вот как, в каких условиях рост ты, как тебя воспитывали и довольны ты своим воспитанием. Надо опять-таки об этом тоже задумываться. И, ну, возможно, вот книги, вот книги, может быть, потому что вот когда читаешь, всё-таки когда вот просматриваешь каждую буковку, она всё-таки, вот всё-таки вот эти вот фразы, этот смысл, он заседает в голове. Не то, как фильм, потому что всё-таки фильм, там мелькающие картинки, и, возможно, из-за этого мораль не всегда засиживается надолго. Вот книги, может быть, там много известных, конечно. Есть авторы, которые пишут произведения для родителей, как держать себя в руках, не срываться над детей. Вот, например, у моей мамы есть такая книга. Она пользуется этими знаниями? Ну, возможно, пользуется, возможно, да. Ну вот, и, ну да, как я и сказала, уже у своих родителей, возможно, по книгам или у друзей, следить за тем, как друзья, знакомые воспитывают своих детей, и, возможно, тоже. Ну, подключаем. Подключаем, Сау, что ты добавишь к этому? Как тебе кажется? Ну, мне кажется, что надо использовать вообще все возможные источники информации и просто по чуть-чуть анализировать из каждого источника свои недочёты, то, что можно было бы сделать лучше, и как можно это исправить и стараться это сделать. Если, к примеру, по фильмам можно вычеркнуть для себя только одну фразу, то от профессионального, так сказать, терапевта можно вынести очень много, потому что фильм, у него конкретный сюжет, а терапевт может сразу же его менять, и терапевт, мне кажется, гораздо интереснее и, так сказать, лучше учиться, потому что он больше тебе расскажет и откроет. Но, кстати, очень многие родители, они приходят, они вообще не хотят никак учиться, они хотят таблеточку. Таблеточку, да! От стерика, от всяких разных проблем и трудностей. Что тогда им мы можем сказать? Таблеточек не существует. Нет таких таблеточек, потому что, на самом деле, ещё раз, мы не можем сделать так, чтобы ребёнок вот так созрел, чтобы он сразу стал взрослым, чтобы он прошёл все свои этапы развития, чтобы он изменил свою природу, потому что, на самом деле, единственное, что мы можем сделать, это взять его за руку и помогать ему уйти. И этого нельзя избежать, потому что это та важная цель, которая, это та важная миссия, которую мы, родители, несем. Поэтому нет таблеточек. То есть все вот, на самом деле, модные тенденции о том, что мы сейчас вам расскажем, как нужно быстро и так далее, это невозможно. Ну и в заключении, какие советы мы можем дать родителям, которые послушали нас, поняли, что, да, было бы полезно учиться родительству, с чего им начать? Безусловно, родительству можно учить, учиться очень из разных источников, как правильно сказали ребята, можно читать книги, которых сейчас очень много по родительству, и есть очень много замечательных авторов новых, которые вот... Людмила Петрановская, которую я всем могу рекомендовать, это «Тайна опора», совершенно потрясающая книга. Вот, то есть это книги, это лекции, это различные... Сейчас есть очень новая форма обучения, как вебинары, то есть можно слушать специалистов, не выходя из дома сейчас, очень... Все быстренько. Вот, то есть... И, конечно же, можно собираться и приходить в родительские группы, где можно делиться своим опытом и слышать то, что говорит сам специалист, и вообще учиться вместе, да? А насколько важно слышать, что говорит специалист? Потому что зачастую, не выходя из дома, все хотят получать информацию и ограничиваются, ну, скажем, общением вот с другими родителями, черпая там тоже знания, а как вы там что-то лечили, а как вы справились там с тем или иной проблемой? На самом деле, конечно, каждому нужно найти своего специалиста, которому есть доверие и отличие между, допустим, просто вот друзьями, с которыми мы просто поговорили, заключается, хотя это тоже очень важно, это очень важно, заключается в том, что у специалисты есть знания. Ну вот на этом мы и закончим наш разговор. Я думаю, что вы, конечно, будете очень осознанными родителями, потому что вы уже сейчас, в своем возрасте такие вещи говорите, так что можете уже начинать книги читать, а там уже до практики дойдет. Спасибо вам большое, что сегодня пришли. Вот наш росточек, это как символ, лейка, поливайте, любите своих детей. Ну и, конечно же, смотрите нашу рубрику. До скорой встречи, пока.